Добрый день! Безопасностью водителя и его пассажиров занимаются во многих научно-сельских центрах по всему миру. У нас в России свою посильную лепту в изучении этого вопроса вносят Дмитровские полигоны и ученые, которые работают здесь. Давайте попробуем выяснить, как это делается и на каком оборудовании. Дмитровский полигон производит впечатление островка советской эпохи, который продолжает отстаивать свой привычный уклад. По многим он и работу свою продолжает делать по-старому. Вот это как раз и хорошо, потому что советское значит отличное. Во всяком случае, это всегда касалось нашей науки. В мае прошлого года произошло воссоединение, восстановили технологическую цепочку, технологическую цепочку НАМИ, автополигона НАМИ. Поэтому теперь у нас, как говорится, все в одном флаконе – разработка и испытания. Конечно, в этой связи перед нами поставлены новые задачи. Они довольно амбициозные. Эта задача не только и не столько дальше выступать, как оплот Российской Федерации на пути недоброкачественной продукции, но и, конечно, развивать научные направления. А для этого, безусловно, необходимо разрешать проблемы. Проблем достаточными для того, чтобы идти со всем миром в ногу, нужно постоянно зарабатывать и вкладывать в современное оборудование деньги. И не стоит забывать, что полигон является научно-исследовательским центром, а науку тоже нужно кормить. Мы находимся постоянно в положении впрыгивающих в последний вагон. Тем не менее, несмотря на это, на такой режим работы, мы находимся на уровне, на уровне в том числе и ведущих мировых испытательных центров, мировых сертификационных центров. Задумываетесь ли вы когда-нибудь о том, что такое идеальная горизонтальная поверхность? Уверен, что нет, потому что в жизни, в обычной жизни нам это просто не нужно. Ну а здесь для чистоты исследования автомобиль должен стоять на идеальной горизонтальной поверхности. Абсолютно новый грузовик прибыл сюда из-за рубежа для того, чтобы пройти полный курс обследования, в том числе и на обзорность. В рамках лаборатории эргономики и потребительских свойств, среди прочих, проводятся испытания соответствия транспортных средств с требованием передней и задней обзорности. Испытывается техника как наша, так и зарубежная. В Европе и в мире нормативные требования по передней обзорности распространяются только на транспортных средств категории М1. Это легковые автомобили. Безусловно, понятно, почему мы такое большое внимание в нашем государстве уделяем показателям передней обзорности. Потому что у нас достаточно разные климатические условия. Зимой очень холодно, осенью и весной зачастую на дорогах бывает очень грязный. Поэтому, как очищается стекло, что через него видно, какие зоны непросматриваемых зон создаются стойками, в том числе и с учетом загрязнения, очень важно. И, соответственно, влияют на безопасность дорожного движения. На стражу современной безопасности и на службе у современной науки стоит лазер. Это, конечно, не гиперболоид инженера Гарина. Тем не менее, очень много он умеет. Как вы видите, демонтируется водительское сидение и на это место устанавливается непосредственно лазерная установка. А здесь на лобовое стекло снаружи вешается калька. Она играет главную роль. Главную после лазера, естественно. Потому что именно на нее наносится точка. В результате потом уже очерчиваются вот эти вот линии, которые показывают зоны. В рамках лаборатории мы занимаемся не только сертификацией, но и проводим научно-исследовательские работы, связанные с разработкой оптимальных расположений органов управления, оптимальной организации рабочего места водителя. В рамках федеральной целевой программы по повышению безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах инженерами в ГУП НАМИ разработан детский учебный автомобиль для детей от 5 до 14 лет. Соответственно, это возраст. Тот возраст, когда дети не могут ездить на обычных легковых автомобилях, им не позволяют их физические параметры. Они не могут дотягиваться до органов управления. А данный автомобиль – это, можно сказать, уменьшенная копия полноразмерного легкового автомобиля с идентичными органами управления. Этот автомобиль создавался не базируясь ни на чем. Это полностью ноу-хау. Самое сложное, как рассказывают люди, которые его придумали, это подстроиться под анатомию ребенка. Регулировка сидения осуществляется как на взрослом автомобиле – вперед-назад. И самое важное – это то, что ремень находится именно в той точке, в какой он должен находиться, учитывая то, что за рулем сидит ребенок. В принципе, здесь два сидения, как вы видите, но по большому счету инструктору нет необходимости находиться рядом, потому что у него в руках есть пульт, который на расстоянии 50 метров может просто отключить двигатель. Таким образом машина остановится. Планируется, что этот образец поступит в массовое производство, и скоро в каждой общеобразовательной школе будут проводиться уроки автодела. А главным учебным пособием будет как раз вот этот малыш – уроки безопасности, так сказать, с гладых ногтей. К разговору о высоких технологиях. У меня в руках чемоданчик, который стоит 3 миллиона, и это неспроста. Дело в том, что там находится сканер. Этот сканер устанавливается на так называемую руку, ну, условно говоря, штатив, и при помощи вот этого приспособления сканируется любая поверхность, скажем, автомобиля. После чего создается математическая модель поверхности, но отсюда уже буквально два шага до того, чтобы эту деталь уже штамповать. Подобные сканеры очень сильно могут ускорить процесс превращения модели в готовую деталь, хотя бы в то же самое зеркало. Если вопросы по обзорности, они более-менее закрыты, закуплены новые оборудования, в прошлом году модернизировали измерительную площадку под обзорность, то есть выставили все как положено, то вопросы пассивной активной безопасности, они, конечно, и более сложные. Но, опять же, для активной безопасности в прошлом году были закуплены спутниковые приборы для измерения пути, траектории, времени. Вот, то есть мы пошли на это, опять же, чтобы соответствовать мировому уровню. Лаборатория управляемости, в общем-то, существует практически с самого начала существования автопавлигона. Она занимается вопросами изучения свойств рулевых управлений автомобилей, всех категорий, от легковых до грузовых и специальных. Занимается вопросами устойчивости, определения запаса устойчивости против опрокидывания. Да и вообще многими вопросами, которые возникают, вот, так сказать, по мере исследования каких-то вопросов безопасности. В данном случае, вот, перед нами автомобиль. Значит, мы исследовали сейчас запас поперечной устойчивости и получили достаточно хорошую оценку. Значит, угол опрокидывания на стенде составил больше 40 градусов. Ну, сейчас очень большой объем сертификационных испытаний, поэтому, как бы, модификаций достаточно много зарубежных. Огромный объем зарубежной техники, но только в рамках сертификации. Редко это какие-то исследования. А нашей техникой мы занимаемся и испытаниями, и исследованиями, и медоводкой практически тоже. Проводится здесь и нехарактерный для Европы и Америки тест. Вот, например, этот. Дело в том, что чехлы на сиденье – это советский ноу-хау. Сегодня в научно-исследовательском центре испытаний и доводки автомототехники на Дмитровском полигоне проводились испытания срабатывания боковых подушек безопасности с установленными на сиденье авточехлами. Эта проблема достаточно серьезная. Очень много автомобилей продается с боковыми подушками безопасности. И нужно было обязательно убедиться в том, чтобы автомобильные чехлы, которые покупаются покупателями на сиденье этих автомобилей, не мешали. Одному из основных элементов безопасности – это срабатывание боковых подушек безопасности. Вот сегодня мы провели такие испытания, сравнили срабатывание боковых подушек безопасности на кресле без автомобильных чехлов и с установленными на них автомобильными чехлами. Результаты нас очень порадовали, потому что и по скорости раскрытия, и по форме раскрытия боковых подушек безопасности они повторили вариант, который присутствует на заводской обивке. Лаборатория пассивной безопасности. Мне всегда трудно было понять, почему пассивный, ведь испытания, которые проводятся здесь, очень зрелищные и, скорее, достойны звания активных. Но это вопрос терминологии. Мы занимаемся тем, что исследуем автомобиль на безопасность, если уже краш-тест или какая-то авария уже произошла. Соответственно, мы испытываем всевозможность. Сам автомобиль и его отдельные компоненты, сиденья, рули, на то, чтобы они были, не наносили человеку повреждений больше, чем он способен выдержать. Одно из самых классических испытаний. Вот это, с позволения сказать, голова человека. А эта голова бьется о какие-то предметы. Скажем, она может биться о сиденье, стоящее спереди, о руль, она может биться о панель. Делается все очень просто. Дотягивается эта пружина, потом пружина ослабляется, и, соответственно, происходит удар. Выясняется, что существуют определенные параметры. Эти параметры в норме должны быть такими. 80G на 3 миллисекунды. Вот именно в этом состоянии ваша голова останется более-менее нормальной. То есть мозги будут продолжать работать. Если параметры выходят за пределы, все, жди беды. На этом стенде проверяется прочность крепления ремней и сидений. Вы видите, что агрегат достаточно серьезный, потому что натяжение может быть несколько тонн. Кроме того, можно нагружать подголовники, спинки сидений. В общем, все, что вашей душе угодно. Селенок не хватает. Следующий стенд предназначен примерно для того же, что и стенд, который мы видели только что. Но, скажем так, это более продвинутая версия. Здесь можно проверить прочность ремней. Сидений. Но делается все это немножко по-другому. Все делается в динамике при ударе, при калиброванном ударе. То есть с рассчитанной силой. Вся эта тележка при помощи такой рогатки оттягивается туда, после чего отпускается и происходит удар. По большому счету можно испытывать все, что угодно. Но, например, очень удобно испытывать детские сидения. Вот это я вам скажу штука. При помощи этого стенда бьются обычные грузовики. И хотя, на самом деле, можно настолько точно рассчитать силу удара, что можно бить, скажем, бампер легковушки. Удары бывают разные. В том числе машина может перевернуться. И тогда, соответственно, вы понимаете, что удар придется на крыше автомобиля. Вот для того, чтобы проверить, как будет вести себя машина, в таких условиях существует вот этот стенд. Измеряется в результате, какое количество жизненно важного, жизненно необходимого пространства для человека, водителя, пассажира остается. Мерилом, эталоном является вот этот деревянный человек. Вот если его можно будет засунуть в кабину после того, как она будет смята, значит, все в порядке. Люди там будут жить. Что самое интересное, вот такие люди есть буквально во всех странах, на всех полигонах испытательных. Может быть, друг из другого материала, но все вот именно такие вот. Они должны быть исключительно такими. Это норма, это эталон. Вектор усилий при сдавливании вашего автомобиля может быть каким угодно. То есть, не обязательно, что давить будут крышу. Вот этот стенд как раз показывает, как будет вести себя автомобиль, который будет находиться здесь. Если сдавливать, вы будете, скажем, с боков или спереди и сзади. Ну, это, наконец, самый главный стенд, где происходит самый главный краш-тест Апофеоз. Бьется весь автомобиль. Но это, сами понимаете, уже полноценное шоу, на которое приходят посмотреть не только специалисты, но если есть возможность, то и зеваки. Как любое шоу, оно требует большого количества света. Сейчас как раз идет переоснащение, ставится новый свет. Вот попытка вернуть долг благодарности этому манекену, который во имя нашей безопасности, вашей и моей, неоднократно попадал в аварии. Вполне возможно, даже погибал неоднократно. Причем совершенствуются даже и эти манекены. Здесь, скажем, при помощи проводов можно подключить около 30-40 датчиков. А вот есть такая флешка, она устанавливается внутрь, и вся информация скапливается в ней без всяких проводов. Лично мне самыми эффектными кажутся испытания дорожных ограждений. Хоть на первый взгляд и кажется, что они проводятся по старинке. Ну да, старый добрый трос и проверенный годами тягач. Но это только верхушка айсберга. Я, конечно, понимаю, что наука как искусство требует жертв, но есть что-то чудовищное несправедливое в том, что, вы видите, произошло на ваших глазах машина. Вот техталон за 7-й, 6-й и 8-й год превращается в груду металла. Кстати, можно выяснить дубликат ордера Брянская область. Акт осветления заготовки древесины, видимо, был лесовозом. Послужил науке. Субтитры подогнал «Симон»